Для минчан, которые не имеют возможности проголосовать 27 февраля на референдуме по Конституции, стартовало досрочное голосование. Участок организован в Университете культуры и искусств. Сегодня удобнее. Я считаю, что каждый должен нести какую-то свою лепту, свой голос в будущее, так как нам еще жить в этой стране. Согласна со всеми изменениями, добавить нечего. По-моему, сегодня прекрасный день для защитника Отечества, как раз день патриотизма к своей родине, день любви к своей родине. Я очень люблю Беларусь, поэтому как раз пошла проголосовать сегодня. Действительно это важно, участвовать в жизни нашей страны и занимать такую активную позицию. Конечно, хотелось бы прийти на референдум 27 числа, потому что в стране это у нас всегда праздник, любые выборы, любой референдум. Но так как у нас самая творческая у страны, у нас самая прогрессивная, все задействованы в культурно-массовых мероприятиях 27 числа. Молодежь должна проголосовать, потому что кому как ни нам строить будущее нашего государства. И я уверен, что молодежь проголосует за, потому что у нас прошли по стране тысячи диалоговых площадок, и каждый был услышан, каждый был проинформирован. И я хочу сказать, что уже нет, наверное, ни одной правки, которую я бы не смог объяснить сам своим друзьям и сверстникам. Самые, наверное, для меня такие топ-3 правок – это молодежь о защите от персональных данных, что очень важно, потому что мы все дети интернета. Также приятно, что вносится правка по сохранению собственного здоровья. Мне, как студенту самого творческого возраста страны, в котором больше всего изучают культуру, изучают традиции, это сохранение исторической памяти, потому что, к сожалению, наша страна больше всего пострадала в годы Великой Отечественной войны. Ничего не забыто, ничто не забыто.